Заслуженный артист РСФСР Евгений Моргунов известен в первую очередь по фильмам Леонида Гайдая, как бывало из знаменитой «Тройки». Однако зрителям известны другие картины с участием Моргунова – «Молодая гвардия», «Три толстяка», «Старый знакомый» и «Покровский ворота». Но не все знают, что Евгений Моргунов был еще и режиссером. И хотя он снял всего лишь один фильм, нельзя сказать, что эта картина осталась незамеченной советским зрителям. Эта экранизация называется «Когда казаки плачут» и снял ее Евгений Моргунов по рассказу Михаила Шолохова «Баби Бунт». Фильм вышел в прокат в 1964 году и в нем снялись Ирина Мурзаева, Николай Горлов, Зоя Василькова, Георгий Светлане и многие другие известные актеры. Давайте же разберемся, почему Евгений Моргунов после двух десятилетий активных съемок в кино захотел заняться режиссурой. Сразу отметим, что в 1964 году еще не были сняты фильмы «Кавказская пленница» и «Операция И», но уже вышли короткометражки «Самогонщики» и «Пес Барбос» и «Необычный кросс», после которых Моргунов стал звездой советского кино. Находясь на гастролях в городе Свердловске, Евгений Моргунов познакомился с директором Свердловской киностудии, который в личном разговоре посетовал, что такие шедевральные короткометражки, как «Самогонщики» и «Пес Барбос» будут сниматься только на Мосфильме, потому что к ним в провинцию Леонид Гайдая никогда не поедет. Это замечание директора киностудии задело Моргунова, что называется, заживое. Он тут же начал убеждать собеседника, что и сам может снимать фильмы не хуже Леонида Гайдая, а может быть и лучше. В доказательство он привел примеры некоторых своих выдумок и шуток, которые Леонид Гайдая использовал в «Самогонщиках». Разговор этот закончился тем, что директор Свердловской киностудии предложил Моргунову в качестве режиссера снять свой дебютный фильм, и Евгений Александрович решил не только стать режиссером, но и самостоятельно написать сценарий. За основу сценария был взят рассказ Михаила Шолохова о Колчаке, Крапиве и прочем, имевшем и другое название – Баби Бунт. Этот рассказ был о правах женщин в казачьей станице. Сценарий быстро утвердили на худсовете, и для съемок фильма о Свердловской киностудии выделила необходимое оборудование и согласовала бюджет. Картину снимали в одной из казачьих станиц Дона. Жанр картины был комедией, но комедией стала не только картином, но и сам процесс съемок. Господи, милостивец! Помоги грешнику! Ну ладно. Вот ты! У Евгения Маргунова не было административного опыта, и поэтому у съемочной группы часто возникали проблемы с пищей и наличием питьевой воды. Чтобы прокормить своих подопечных, Маргунов купил 20 овец, но не подумал, где их будет содержать. Из досок был сооружен временный загон, но в первую же ночь все овцы разбежались, и вернуть обратно удалось только пятерых. В итоге съемочную группу выручил писатель Михаил Шолохов, который помог решить вопросы снабжениям. Несмотря на все бытовые трудности, получилась веселая короткометражная картина, тепло принятая зрителями и критикой. Конечно, ее нельзя сравнить с народными комедиями Леонида Гайдая, но посмотреть этот фильм точно стоит. Для Евгения Маргунова эта картина стала первой и единственной. Побывав в шкуре режиссера, Евгений Александрович решил больше не связываться с этим хлопотным делом. Тем более, что впереди были главные роли в «Кавказской пленнице» и «Операции «Ы». Тем не менее, Маргунов оставил свой след в искусстве не только как актер, но и как режиссер и сценарист. И никто не может назвать его режиссерский дебют неудачным. Комедия «Когда казаки плачут» заслуживает, чтобы этот фильм вспомнили и смотрели на своих экранах зрители нынешнего и будущего поколений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова